Виталий Волков Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. Очередное заседание городской административной комиссии. Соседи содержат дома крупную собаку, при этом не выгуливают ее в ночное время на улицу. Экологический субботник ясногорских волонтеров. Участвовать в экологических акциях это очень важное и нужное дело для нашего города. А теперь об этих и других событиях подробнее. Глава региона проинспектировал предприятия и соцобъекты Смоленского района. Алексей Островский посетил Хохловскую среднюю школу. В ней сейчас проходит капитальный ремонт одного из трех корпусов, в котором занимались дети из дошкольной группы. Сейчас в помещении приступили к замене полов и кровли. За несколько месяцев строители завершат работы по восстановлению системы канализации и электропроводки. Алексей Островский также оценил материально-техническое состояние учреждения. В продолжение рабочей поездки в Смоленском районе Алексей Островский посетил предприятие по производству молочной продукции, где сейчас проходит масштабная реконструкция. Завод производит пакетированное молоко, сметану, творог и сливочное масло. Руководители предприятия обратились за помощью главе региона для предоставления субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках областной государственной программы развития сельского хозяйства смоленским предприятиям может быть выделена финансовая помощь, которая компенсирует им разницу в стоимости при покупке сырья. Для принятия соответствующего решения губернатору будет предоставлена служебная записка от профильного департамента. 22 августа глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских организаций провели плановое еженедельное совещание. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 167 вызовов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Ограничения в подаче ресурсов отсутствуют. Началась подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду. Продолжается реализация программ «Комфортная городская среда» и «Мой любимый город», а также проекта «Музей под открытым небом» на Кургане Славы. Комитет по культуре подготовил для жителей и гостей города несколько интересных событий. 22 августа на городской эстраде пройдут мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации. В 17.00 детская игровая программа, в 18.00 начало торжественного концерта. Также 24 августа в 19.00 мы приглашаем на всероссийскую акцию «Ночь кино» киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики. С расписанием кинофильмов можно ознакомиться на информационных площадках города. Вход свободный. Виталий Волков, Юлия Особолева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Смоленские таможенники задержали очередную партию под санкционки. Сотрудники остановили фуры в районе деревни Архиповка. Они следовали ночью под проливным дождем с сопровождением машины прикрытия. В одном из грузовиков перевозили сладкий перец, в другом большегрузе находился свежий польский салат. Общий вес санкционки превысил 25 тонн. Ее везли без каких-либо документов, а с коробок удалили маркировку. Обе фуры под конвоем доставили на склад, где таможенники совместно с представителями Россельхознадзора провели дополнительную проверку, ведь в овощах могут быть паразиты и переносчики болезней. В соответствии с действующим законодательством такой груз подлежит уничтожению. Кроме того, анализ данных программного комплекса в Смоленской таможне показал, что фуры пересекали границу с чужими номерами. С начала августа мобильные группы таможни во взаимодействии с сотрудниками пограничного управления и Россельхознадзора выявили 15 фур с товарами из списка продуктового эмбарго. Шесть из них выдворили за территорию страны. Общий вес санкционки более 220 тонн. За нелегальный ввоз такой продукции предусмотрены штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. Перекресток УТЦ в очередной раз подтвердил свою славу самого аварийного участка Десногорска. Новая авария на въезде в город произошла 20 августа. Два автомобиля не смогли распределить очередность проезда перекрестка и совершили дорожно-транспортное происшествие. Никто из водителей не пострадал, однако машины получили серьезные повреждения. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказала заместитель начальника по делам ГОЧС по городу Десногорску Наталья Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались к проведению работ по указанию помощи скорой в два раза. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 616 сообщений, из них 250 ложные. Поступило и отработано 11 просьб от населения. На Смоленщине стартовала международная учебно-тренировочная вахта памяти. Она проходит на Глинковской земле. Литва, Беларусь, 13 регионов России, в том числе далекая Сибирь. В этот раз на вахту приехали 700 человек, сформировав 56 отрядов, которые сразу же пошли в леса и поля, предварительно изучив местность, архивы и карты. Недалеко от этих мест зарождалась Советская гвардия. Шли ожесточенные бои с фашистами в 1941 и в 43-х годах. Эта вахта началась удачно. Уже в первый день поисковики нашли так называемого именного бойца с медальоном. Им оказался уроженец Руднянского района. К концу вахты памяти поисковики постараются разыскать его потомков. Несмотря на то, что идут ежедневные полевые работы, вахта не случайно зовется учебно-тренировочной. Каждый день опытные поисковики проводят конкурсы, мастер-классы и спортивные соревнования. Начинающим поисковикам рассказывают об истории этого движения в России, особенностях работы в полях, о моральном кодексе поисковика. Самым юным поисковикам этой вахты памяти едва исполнилось 10 лет. Как замечают взрослые, они рвутся в поля, но пока остаются на подхвате с помогательными войсками. Как только ребятам исполнится 14, они станут полноправными бойцами поисковых отрядов. Административная комиссия продолжает реагировать на случай нарушения порядка. Нарушителям в очередной раз дали понять, что за несоблюдение закона придется отвечать. Подробности далее. Любителей пошуметь в ночное время в Десногорске меньше не становится. Музыка на любой вкус раздается из автомобилей и окон жилых домов. По непонятной причине потребность сделать звук погромче возникает именно ночью. А это уже административная статья. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время, а именно во время 22 часов до 6 часов утра, в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан, влечет наложение административного штрафа в наградном размере от 1 до 3 тысяч, на должностных лиц от 3 до 10, на юридических от 5 до 15. В этот раз нарушения тишины были представлены тремя протоколами. Жителям Десногорска были выписаны штрафы и проведены воспитательные беседы. Кроме того, у некоторых десногорцев страдает и культура вождения. Члены комиссии рассмотрели несколько протоколов о парковке автомобилей на газонах. Также неравнодушные жители сообщили о несоблюдении правил выгула домашних животных. Несколько десногорцев пожаловались на своего соседа, который предпочитает, чтобы его собака выгуливала себя сама. Соседи содержат дома крупную собаку, при этом не выгуливают ее в ночное время на улицу, а отпускают в общий межквартирный коридор. Как результат, собака справляет надувствие на пол в межквартирном коридоре. Всего же комиссии было рассмотрено 6 протоколов о нарушении тишины и 6 протоколов о нарушении правил благоустройства. По всем случаям было решено назначить штраф. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В Смоленске проходят 30-е областные сборы творческой молодежи. Программа под названием «Сокол» включает в себя гражданско-патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Юноши и девушки пройдут психологические тренинги по развитию лидерских качеств, примут участие в различных творческих направлениях – театральном, журналистском, дизайнерском, фотографическом, сценарическом, КВН и пиар. Программу реализует педагогический отряд «Крылатый» во главе с его бессменным научным руководителем, профессором, доктором педагогических наук Николаем Сенченковым, который вот уже на протяжении многих лет делится своим опытом и знаниями с участниками сборов. 20 августа волонтеры Десногорска провели экологический субботник по благоустройству территории около Центра культуры и молодежной политики. Добрая акция была приурочена к Всероссийскому фестивалю «Вместе ярче». Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в этом году проводится с августа по октябрь. Мероприятие включает в себя общественно полезные события, в первую очередь субботники. Именно поэтому фестиваль получил неофициальное народное название «Полезный праздник». Десногорск, как обычно, не остался в стороне. У нас проходит субботник волонтерский, где мы убираем площадку, которая, в принципе, захламлена уже давно. Здесь куча осколков. Люди не следят, не хотят делать так, чтобы это было приемлемо для жизни, чтобы дети играли, чтобы приносить травмоопасно. Вот мы решили это убрать, все. Свою лепту, вообще российскую акцию, привнесли активисты волонтерской организации ОСА. Ребята и девчонки вооружились метлами и принялись за уборку площадки в шестом микрорайоне. Участвовать в экологических акциях – это очень важное и нужное дело для нашего города. Потому что мы творим благо не только для нашего общества, но и для природы тоже. Волонтеры Десногорска напомнили, что одно большое доброе дело часто состоит из множества маленьких, таких, как этот субботник. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 22 августа в Десногорске ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 16. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова